Здравствуйте! Вы смотрите новости МТРК. В студии работает Александра Солмина. И сейчас коротко о главном. Картофель за 75, тенге лук за 80. Овощи и крупы на 30% дешевле можно приобрести во всех торговых точках стаб-фонда. Пыталась избавиться от улик, но не успела. 36-летнюю наркоторговку задержали в Петропавловске. Праздник дружбы и понимания. 18 октября в Казахстане отмечают День духовного согласия. Закупить крупы и свежие овощи по низким ценам. Приобрести продовольственные товары с выгодой до 30% североказахстанцы могут во всех точках продаж стабилизационного фонда. Алина Буржанова сегодня сравнила цены на продукты. Картофель по 75, тенге за килограмм. Лук по 80, морковь 100. По таким ценам овощи можно купить в торговых точках стабилизационного фонда. Их в Петропавловске 4. Стоимость ниже, чем в магазинах на 10-30%. На коммунальном рынке у этого прилавка всегда многолюдно. За дешевыми овощами и крупами сюда ежедневно приходят сотни человек. Покупаю здесь овощи и крупу, и сахар, и масло заречное. Все свежее, каждый день завозится. Вот этот лоточек, здесь цены всегда дешевле. Всю продукцию хранят на таких складах. Сейчас в запасе 5000 литров масла, 290 тонн сахара, 31 риса и 28 гречки. Заключены договоры на поставку 500 тонн картофеля, 100 тонн лука, 100 тонн капусты белокочанной, а также 100 тонн моркови. Также заключены контракты на поставку 52 тонн масла подсолнечного, 612 тонн сахара, 29 тонн крупы гречневой. Поставка будет осуществлена в декабре этого года. Овощи и крупы закупают в основном у местных сельхозпроизводителей. Это командитное товарищество Зенченко и Каты, Остыкстем и Атамике Награ. Подсолнечное масло везут из Восточно-Казахстанской области. Сахар и рис из Алматинской. Стопфонд создан для того, чтобы стабилизировать цены в период межсезонья, например, зимний период на овощи, летом на сахар. Закупленные объемы овощей хватит для того, чтобы обеспечить до весны. Продукцию стопфонда реализуют на рынках Дария, Тайга, Коммунальном и в Короне. Помимо этого, ее размещают в 30 торговых точках Петропавловска. Алина Боржанова, Казбек Ирыкбаев. Новости МТРК. Еще больше мощности и производительности. На предприятии сервис «Жарс» на 50% обновили автопарк. Через акционерное общество «Каза Агрофинанс» закупили новую технику. Тракторы, посевные комплексы, комбайны и бункеры. Денис Севков расскажет подробнее. Уборку зерновых закончили все районы области. В среднем получили по 18 центнеров с гектара. А вот в товариществе «Сервис Жарс» урожай был выше среднего показателя – 25 центнеров с гектара. В этом году уборочная кампания прошла, думаю, успешно и вовремя убрали, так как у нас машина-тракторный агрегат, техника, парк хорошая. Если изначально взять, то на 50% мы обновили. В ТО есть два германских класса. Это современные высокопроизводительные комбайны. В день обрабатывают до 80 гектаров. А вот эту технику компания «Сервис Жарс» приобрела через акционерное общество «Каза Агрофинанс». За два года купили 18 машин на 487 миллионов тенге. Например, К-744, два вида, Кузбасс, посевные комплексы. Потом «Силки» взяли, «Белорусы» 1221, четыре штуки взяли, «Рубин», «Лемкина» взяли, «Макдон» взяли, «Скорпион» два вида взяли и три бункера накопителя. Всего в 2017-м областной филиал «Каза Агрофинанс» выдал кредиты североказахстанским аграриям на сумму 4,5 миллиардов. Они смогли закупить 213 единиц техники. Из них 74 единицы техники на сумму 1 миллиард тенге – это техника отечественного производства. То есть доля отечественной техники составила 22%. Инструмент финансирования – это лизинг. Это самое главное преимущество в том, что при приобретении техники в лизинг дополнительного обеспечения не требуется. Это очень выгодно для сельхозтоваропроизводителей, которые находятся в отдаленных районах, деревнях. То есть ликвидного залога обеспечения недвижимости у них в городе нет. Больше всего кредиты через областной филиал «Каза Агрофинанс» взяли мусреповцы. Приобрели 39 единиц техники на 1,6 миллиардов тенге. На втором месте – агрария района Шалакына. На закуп сельхозтехники они потратили почти 700 миллионов тенге. А козаужарцам «Каза Агрофинанс» выдал больше полумиллиарда. Денис Севков, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. На 62% вырос объем выпущенной продукции в товариществе «Единство». В этом году компания продала железобетонных изделий на 736 миллионов тенге. На треть увеличился и штат сотрудников – до 140 человек. Ольга Файзулина побывала на предприятии. В ТО «Единство» кипит работа. Железобетонные изделия делают в две смены. Плиты перекрытия, сваи, фундаментные блоки, колодезные кольца. Всего 113 наименований. В этом году ассортимент увеличили на четверть. Основная продукция цеха – домовые панели. Для изготовления межкомнатных в прошлом году купили новое итальянское оборудование. Воспользовались программы «Дорожная карта бизнеса». А эти панели называют наружными. Из них делают каркас дома. На изготовление одной уходит около суток. Наша панель состоит из трех частей. Внутреннее, утеплитель и наружный слой. Сюда вкладывается сетка. Потом заливается бетоном. Заливается бетоном класса В25. Утеплитель идет 180 мм. Идет наружный слой 70 мм. Но класс бетона уже здесь выше – В30. Облегчила труд рабочих итальянская машина «Равелли». За раз она производит до 40 блоков. Раньше это делали вручную. Заливали бетонную попалубку. По словам специалистов, самую трудоемкую работу выделить сложно. В основном вся она требует внимательности, силы и профессионализма. Около 40 человек только набивают руку. Их взяли в штат в этом году. Численность сотрудников компании в 2017-м выросла почти на 30%, до 140 человек. Необходимость расширить штат возникла в связи с большим спросом на продукцию. В текущем году нашим предприятиям ТО «Единство» произведено изделий на сумму более 736 млн. тенге. Если в сравнении с прошлым годом, это рост составляет 62%. Увеличен ассортимент выпускаемой железобетонной продукции. На сегодняшний день завод готов на стройке нашего региона изготовить все необходимые изделия, которые нужны для строительства объектов. ТО «Единство» поставляют железобетонные изделия для новых домов, которые возводят в Петропавловске по улице Жуково. А в микрорайоне Береке компания сама занимается возведением многоэтажек по инвест-программе «Байсерек Девелопмент». Завершается строительство трех панельных домов на 233 квартиры. Это 2,78-квартирных дома и 1,75-квартирный дом. Успехи производства ощутили на себе сотрудники предприятия. Средний оклад здесь – 120 тысяч тенге. В этом году он вырос на 25%. Ольга Файзулина, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Вы смотрите новости и мы продолжаем. Огонь не спас жительницу Петропавловска от тюремного срока. 36-летняя наркоторговка при задержании пыталась сжечь вещественные доказательства в печи. Сбытом героина она занималась в своем доме в микрорайоне Капай. Преступница оказалась гражданкой России. Все подробности в сюжете пресс-службы областного департамента внутренних дел. Сбытом наркотиков 36-летняя горожанка занималась в собственном доме. Полицейские вышли на нее по наводке. Таких гостей сбытчица точно не ожидала. Женщина закрылась, а пока стража порядка пытались войти, бросила деньги и наркотики в горящую печь. Так, сюда сразу же внимание обрати, я давай вытащу, наверное. Здесь около трех граммов героина, а это особо крупный размер и 13 тысяч тенге. Обгоревшие купюры и остатки наркотиков приобщены к делу как вещественные доказательства. В ходе осмотра дома полицейских ждал еще один сюрприз – ружье и 37 патронов. Женщине грозит солидный срок. Кстати, ранее она уже была судима за наркопреступление. Вышеуказанная гражданка задержана и в свободе города Петропавловска. Возбуждено уголовное дело по статье 297 УК Республики Казахстан. Санкция данной статьи предусматривает ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы. С начала года в Петропавловске зарегистрировано 176 наркопреступлений. 38 из них – факты сбыта. Из незаконного оборота изъяли свыше 160 килограммов запрещенных веществ. Среди них – около 300 граммов героина. Жанслу Тастемирова при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел. 18 октября в Казахстане отмечают День духовного согласия. Он был утвержден ровно 25 лет назад в честь Всемирного конгресса, в котором участвовали представители разных религий мира. Встреча тогда проходила в Алматы. Сейчас этот праздник – олицетворение дружбы между представителями конфессии. Стабильность и мир в стране они ценят и укрепляют. Как? Расскажут мои коллеги. Сохранить и укрепить межнациональное согласие – одна из главных задач религиозных деятелей всего мира. В нашей стране этому придают особое значение. Настолько, что уже 25 лет в Казахстане отмечают День духовного согласия в честь Первого Всемирного конгресса, собравшего представителей всех традиционных религий. Главный имам Петропавловской городской мечети Азамат Сарсенов считает, в стране с таким большим количеством национальностей иначе и быть не могло. Мы видим, что не во всех странах ценятся согласие и единство. Однако осознание стабильности – это очень важно для каждого. От этого зависит будущее страны. Ислам призывает быть толерантным, уважать традиции других. Петропавловск скоро станет настоящим символом духовного единства. Здесь возводят мечеть, а через дорогу стоит Кафедральный собор Вознесения Господня. Сейчас в регионе на стадии завершения четыре храма – в Петропавловске, Корнеевке, Новомихайловке и Сергеевке. Немаловажно и то, что религиозные праздники в Казахстане вместе отмечают представители разных конфессий. Владыка Владимир считает, внимание нужно уделять главным ценностям, которые объединяет верующих, а не различиям. Только так можно сохранить мир. Когда-то наш Елбасы очень метко сказал, что Казахстан – это духовная птица, которая распростерла свои крылья над землей, над степями, над полями Казахстана. И вот вы знаете, эта духовная птица по меткому слову Елбасы имеет два крыла. Одно – это традиционный мирный ислам ханафитского масхаба, другое – это христиане. И уверен, мы будем жить вместе в духовном согласии, в единении. Уже несколько лет главы межнациональных конфессий посещают сакральные места региона, знакомятся с культурой и традициями народов, населяющих нашу страну. 19 октября они отправятся в Таиншинский район. В этом году их принимают католики. Ольга Файзулина, Владимир Боровков, Новости МТРК. В Казахстане продолжают обсуждать языковую реформу. Тема перехода на латиницу стала ключевой на встрече, которую организовали представители регионального филиала Коммунистической народной партии страны. За круглым столом они говорили о роли культуры в формировании личности. Участники встречи считают, новый алфавит более функционален в правописании, фонетике и быстрее запоминается. Наша партия поддерживает данный переход, это однозначно. Мы считаем, что тогда Казахстан будет более мобилен в самых разных, скажем так, своих свершениях. А самое главное, что казахстанцы будут более конкурентоспособны. Мы просто говорили о том, как это видит каждый, с разных точек зрения. Педагоги говорили о том, что это принесет, какую пользу непосредственно, значит, на уроках. На уроках представители ученого мира говорили о том, как это с точки зрения науки будет преломляться. Общественные деятели говорили о том, что на самом деле это очень важно. И если казахский язык на латинском графике, то каждый казахстанец будет быстрее адаптироваться в мировом пространстве, просто даже выезжая за рубеж. Отборочные этапы на 10-ю президентскую олимпиаду продолжаются. Ученики 11-х классов проверяют свои знания по естественно-математическим предметам. Под силу ли юным интеллектуалам задания со звездочкой узнаете у Анны Житской. Первый этап 10-й президентской олимпиады прошел 28 сентября. В нем приняли участие 120 школьников выпускных классов. Второй этап по предметам естественно-математического цикла. В нем два тура. Свои знания по физике, математике, химии и биологии проверят 20 школьников. По итогам этого тура на сайте центра Дарын будут размещены результаты наших учащихся. И по итогам отборочного тура будут приглашены учащиеся, которые набрали большее количество баллов, которые будут участвовать в президентской олимпиаде. Задания ребята выполняют на компьютерах. На их решение участникам дают два часа. Тестирование идет в режиме онлайн из интерактивной студии Министерства образования и науки. Всего 40 заданий. Каждая из них оценивается в 3 балла. Хочу сказать отдельно спасибо учителям, потому что они внесли очень большой вклад в меня и в мои результаты. Сложностью, что не по программе. Допустим, те же логарифмы у нас идут в четвертой четверти, а сейчас логарифмы, а мы их не изучали. Но хорошо, что я там где-то что-то знал и как-то меня это выручило. Второй тур интеллектуальных состязаний на писании эссе. После учеников ждет третий этап олимпиады – республиканский. Он пройдет в Тимиртау, где начинал свой трудовой путь Нурсултан Азарбаев. Финал состоится с 7 по 10 ноября. Анна Житская, Желдузбек Ермуканов. Новости МТРК. Реклама на МТРК. Не переключайте канал. Впереди новости спорта. Медицинская комиссия для получения водительского удостоверения. Справка 083-У за один день. В Центре семейной медицины «Панацея». Запись по телефону 501-505. Центр развития речи Елены Петровой оказывает специализированную логопедическую и психологическую помощь детям и взрослым любого возраста. Мы оказываем речевую реабилитацию пациентам после инсульта, черепно-мозговой травмы, проводим коррекцию заикания и запинок. Помимо основных услуг логопеда, дефектолога, психолога, мы предлагаем метод слуховой терапии Томатис, занятия с инструктором ЛФК, логопедический массаж, современные компьютерные логопрограммы, песочную терапию. Набор методик работы с маленькими пациентами подбирается только индивидуально. Сегодня в нашем арсенале более 10 направлений, начиная от традиционных логопедических до современных программных методов коррекции. Приходите в Центр развития речи Елены Петровой и помните, главное не упустить время. Если вам не спится, идите во дворец спорта. По инициативе Акима области Кумара Аксакалова в Петропавловске открылся первый сезон ночной хоккейной лиги. За играми наблюдала Женсулу Тастемирова. И снова гудят трибуны, болельщики в ожидании шоу. В хоккейной экипировке чиновники, предприниматели, ветераны спорта, студенты. Старт ночной лиги дал глава региона Кумар Аксакалов. Количество североказахстанцев, которые систематически занимаются спортом, ежегодно растет. Этому способствует развивающаяся инфраструктура. Этот литовый дворец, он всегда переполнен. Рядом до конца года мы построим и завершим новый теннисный центр, который также примет молодежь, детей и людей всех возрастов. Данные соревнования проводятся прежде всего для пропаганды здорового образа жизни. Призываю всех активнее заниматься спортом. И сегодня пожелать всем красивых побед, красивых голов и хорошего настроения. Акимобласти не только на словах агитирует североказахстанцев заниматься спортом, но и на личном примере. После приветственной речи Кумар Аксакалов взял клюшку, надел шлем и присоединился к своей команде. Он играет в составе Козлужара. Вместе с Акаинским Соколом они открывают любительский чемпионат. Все как в профессиональном спорте. Три периода по 20 минут. Команды демонстрируют боевой настрой и волю к победе. Но фортуна на стороне дружины Акима. За два периода они четырежды реализовали голевые моменты, а каинцы лишь однажды. Не хватает скорости, не хватает реализации моментов. Много бросков не забиваем. Хорошая игра, равные соперники, чувствуется борьба. Хоккейн играет, чувствуется физическая подготовка и стремление к победе. Очки своей команде приносит и Кумар Аксакалов. В хоккей он играет с юных лет. Габарит, у политики и спорта много общего. Здесь есть защита, здесь есть нападение, здесь есть стратегия. И главный результат, от того, что мы бегаем, должен быть результат, в конце концов, положительный. Так ведь? Так и в работе. От всего того, что мы делаем, еще должен быть соответствующий результат, который оценят люди. У команды «Козылжар» большое преимущество. За них играет главный тренер хоккейного клуба «Кулагер» Вячеслав Билан. Благодаря Кумару Иргибаевичу создалась команда, организовалась ночная лига. Это большое продвижение вперед в любительском спорте, просто для болельщиков. Закончилась первая встреча ночной лиги со счетом 7-1 в пользу «Козылжара». В эти выходные пройдут следующие четыре игры. Всего в чемпионате участвуют 9 любительских команд. Финал запланирован на 15 декабря. Жан Слутостя Мирова, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Это были все новости на сегодня. Всего доброго и до скорой встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – строймаркет «Саяхат». Улица Сутюшева, 18, угол Жумабаева. Улица Универсальная, 1А, район гормолзавода. Бесколь, улица Первомайская, 48А, на трассе Петропавловск-Астана, база сельхозтехники. Прогноз погоды на четверг, 19 октября. Ясно, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Температура днем плюс 7, ночью плюс 2. А вы на часы смотрели? Время, между прочим, 7 вечера. Езжайте в строймаркет «Саяхат». Он до 8 вечера работает. И доставка бесплатная. Строймаркет «Саяхат». Работаем до 8 вечера. Бесплатная доставка. Для вас. Электрика, люстры, светильники, сантехника, краски, крепеж, ручной и электрический инструмент. Сухие смеси, гипсокартон, ДВП, ДСП, ОСБ, фанера, утеплители и многое другое. Угол Сутюшева и Жумабаева. Телефон 46-43-98. Субтитры создавал DimaTorzok